Карпаты, детский концлагерь Стефановичей, около водопода Шепет. О том, как за пачку риса детям прогнали волонтер Наташу. На второй день зашла на окруженную территорию Наташи в лагере с рюкзаком. Она приехала из Киева, привезла с собой краски, кисточки. И, в общем, сказала мне, что она приехала по приглашению Стефановича, знает она его давно уже, поучить детей рисованию. Основная ее задача была такая. Когда мы пошли на водопад, она тоже пошла вместе с детьми. Ну, в общем, я так понял, что еще и присматриваться с детьми она была приглашена бесплатно. То есть волонтер получается. В тот же день, по-моему, я посмотрел прогноз на смартфоне, что завтра будет сильный дождь. Причем с утра, где-то часов в шести может начаться, даже раньше. Вот. Палатки для детей были еще недоустановлены. Но это дешевые китайские, те, которые с супермаркета, там палаточки. А над ними, ну, так как лесополно бесплатно, на таких бревнах натянут навес. Тоже дешевый. У нас такие продаются гривен за 20, наверное, в России. Может больше. То есть такая комбинация экономная, чтобы не покупать нормальные палатки. Двустенные. Навесы на некоторых палатках, на некоторых палатках не натянут. Наташа вообще дал палатку без навеса, на солнце. Сказал ей поставить эту палатку. Ну, дождь. Я детей собрал, общий сбор сделал. Объявил. Объявил детям, что завтра будет с утра дождь. Рано утром может начаться. И чтобы они проверили, не намокнут ли у них вещи. Не замерзут ли они. Ну, и вообще предупредил, чтобы там в туалет сходили на ночь. А не надо было ночью там куда-то. Там туалет на таком склоне, довольно крутом, в ущелье. Почти на обрыве. Далеко идти, темно, освещения нет. Ну, коробка деревянная, в общем-то, такая. Так вот, насчет этой пачки риса. Когда в первый поход дети пошли, вернулись. Они где-то в час, наверное. И до пяти, до шести они ждали этого обеда своего. Потому что, кто она там, невестка Стефановича, да, то есть жена его сына Таня, она отсутствовала. А готовят, разрешили, Стефанович только ей разрешал. Больше никого не подпускал. Вот. Во второй раз уже в лагере оставалась Наташа. И она сказала, что придут дети, а Тани нету, этой поварихи. Еды не наготовлено. Детей кормить нечем. Опять они будут ждать эту Таню, опять пока нас готовят, и опять дети будут голодные сидеть, у них животы заболели. Потом долго болели детей. Несколько дней болели животы. После такого вот обращения с ними. Ну, и спросила у меня совета, что же приготовить. Ну, я сказал, что, ну как, ну, наверное, сварить кашу уже. Пошел на кухню, посмотрел на полки. Стоят несколько пакетов ячки, несколько пакетов переловки. Ну, больше всего ячки и переловки. И там по одному пакетику уже риса. Два пакета я нашел риса. Гороха там пакетик, такое уже, что-то еще. Я сказал, что детям мне жаловались, что они постоянно едят макароны или там переловку, да, что вот хорошо бы было детям для разнообразия один раз рис сделать, кашу. Там в лагере оставались две девочки великовозрастные, там лет по 16, Наташа и Катя. Я попросил их, чтобы они тоже помогли, Наташа. И Вовочка был 12-13 лет. Я его попросил помочь разжечь плиту дровяная. И он взялся потом еще потушить морковку. С капусты там пропадало, чтобы уж совсем все не пропало. Наташа все это использовала. Там помидоры начали пропадать. Они в тазиках намоченные были. Ну, в общем, и потушить мы взялись морковку. С маслом, с оливкой, с подсолнечным. И с рисом. То есть, ну, так, единственное, что мы могли найти. Ну, дело заспорилось. Вовочка разжег плиту. Даша почистила морковки. Я ее просил, вот еще давай две морковки. Ну, побольше. Морковок, наверное, 6 или 7 таких довольно крупных. А Наташа сказала, что вот это риса много. Ну, дети 18 человек плюс взрослые еще же. Сколько? Та же самая Наташа. Те же самые Стефановичи. Ну, они, наверное, дома Стефановичи. Где-то там под обовцами они живут. И вдруг начали подходить дети. В общем, возвращались дети со Стефановичем. Я, естественно, мне уже Стефанович меня предупредил, чтобы я не вмешивался в жизни детей. Когда я пытался их обезопасить. Без трекинговых палок и от дождя. Ну, и вообще. И про продукты им рассказывал. То есть я так благоразумно отошел. Потому что Стефановичи на все способны, я так думаю. Могли и палатку мою повредить, и вещи стащить, да и сбить. Все что угодно. Поэтому я отошел. И потом плач. Я даже не понял, собственно говоря, кто это. Ребенок плачет или что. И, в общем, он прогнал Наташу. Причем к Вовочке он подошел. И в своей манере он ткнул пальцами где-то там в районе. В общем, по болевым точкам. Чтобы дети не могли сказать, что он их бьет. Вот. Дернул резко его за руку. Там, что ты делаешь? Вовочка в это время помогал тушить морковку. Вовочек сказал, что мы его попросили. Но Стефановичу было все равно. Наорал на девчонок. Но, в общем-то, дети поели эту. А Наташе он не дал сварить рис. Он наорал на нее, что рис такой же дорогой, как мясо. 18 гривен килограмм. Мясо стоит 25, самодешевая. Курятина какая-то. Ну, 35 есть тоже. Вот. В общем, рис запретил использовать. Мол, пойдет на суп. Это же можно три раза сделать суп на всех детей. А тут один раз на кашу, да? Ну, Наташа успела замочить один килограмм. Потом мне сказали, что его не замачивают. Но его, в крайнем случае, промывают. В любом случае, надо налить воды и потом слить. А замочить, не замочить, это как бы уже тут не важно. Вот. Она замочила, мне сказала, потом пачку риса. Потом Стефанович ко мне подошел и сказал, вот, мол, дураки. Рис. Замочила аж три пачки риса. Ну, оправдываясь передо мной еще, что я ее прогнал. Потому что меня-то он еще как бы так не раскусил, кто и откуда и чего полностью. На что я удивился, так сказать, но не поверил ему. Потом я Наташей переспросил, она одну пачку риса заварила. Вот. И так, прогнать человека так бесцеремонно, который издалека с Киева к нему приехал бесплатно помогать детям, из-за этих гривен на детей. То есть, это такой принцип этих Стефановичей. У меня сложилось такое впечатление, что за гривну они удушат человека просто. А я рассказываю детям о правильном питании, я читал им лекции по книге Джеффа Бонда, естественно, питания, профессор американский. Я детей организовал, учил детей вместе к Стефановичу подходить. Они потом вместе и подошли, окружили его насчет Наташи, что зачем вы прогнали Наташу, она хорошая. И он растерялся, он стал им о чем-то другом говорить, вообще тему, они сказали, сбил. Но он прожженный уже мошенник, дети против него бессильные, что они смогут объяснить родителям, эти дети. И когда он понял, что я рассказываю детям о правильном питании, о том, что он их плохо, опасно питает, объясняет детям, что они закаляются этой однообразной едой, одной кашей, без мяса, без фруктов, без овощей. Он на самом деле просто экономит эти деньги на этих детях, пока они без защитников, пока они без родителей, пока они не поняли ничего. То есть за несколько дней вполне мог там сэкономить достаточно хорошую сумму на таком количестве людей. Когда же я, уходя, уже собрал рюкзак, уже просто допивал свой чай, подошел к Стефановичу наедине, кстати, и сказал, чтобы он давал детям мясо, давал детям овощие фрукты, предупредил о больных детях, что им нужно вообще особое питание. То Стефанович просто вознамерился, он понял, что я могу записывать на диктофон, побежал к детям, стал говорить детям, что полно мяса дают. И тут слабовольные дети, они стали поддакивать, что да, мясо там есть, следовое количество он добавляет. Он стал рад, что они не успевают съедать. А потом, когда дети начали возражать, когда я начал возражать, дети, они на авторитет ориентируются. Они не могут пойти против взрослых, которые вот вокруг в авторитете. Они просто, дети закрываются, они предпочитают уйти, чем на них будут орать и их будут бить. Вот я начал говорить, что это неправда, что первые дни детей вообще уже не кормили. А когда по жалобе Вовочки, я поддержал Вовочку, приехал его папа, и он стал более-менее кормить детей, Стефанович. Когда мальчики начали это подтверждать, да, это так, что мы не ели первые дни, что мы ели только кашу, мы мясо не видали. То Стефанович, он просто решил сорвать запись этого. Он просто стал так быстро искать, где мой рюкзак, схватил рюкзак за одну лямку, можно же порвать. Начал волочь его к выходу, а вещи мои, сумку, кинули вообще, я не знаю, у меня, наверное, телефон выпал из кармана, его тоже, наверное, кинули, потому что девочка его принесла в метрах, он в пяти там был где-то впереди. Мою туркинговую палку кинули, потом, когда к ней уже подошли, его сын, как же его, господи, Максим, схватил эту палку и начал замахиваться этой палкой на меня. Но тут подошли люди, фестивальцы, и сказали, что это за насилие. Они мне ставили телефон, сказали, что дадут показания, если что. И Стефановичи быстренько в машину и уехали от разбора. А что им еще сказать, что им объяснять. Вот так было прогнано волонтер Наташа, но дети тут немножко во мне разочаровались, поскольку я за нее не заступился. Я подошел к детям, там они кружки стояли, и там стояла невестка Стефановича, ну его сына, жена. Я сказал, что он капитан, он тут командует. Ну а что я еще скажу детям, что он ищет, как и меня прогнать. Что если я заступлю за Наташу, он скажет, так, ты вмешался в жизнь в лагере, значит, давай, тоже вали. Вот, ну я не боюсь, мне один в Твиттере написал, что мол, я такой всякой трус, не дал ему в глаз. Но что бы это дало вообще ситуации, как бы это поправило всю ситуацию, это наоборот бы ее испортило бы. Меня бы изолировали, прогнали и так далее, еще бы, и что-то еще случилось. Исправить ситуацию можно так, что Стефановичу нужен контроль. Родители не могут его обеспечить. Родители просто, каждый себе забирает детей. От людей он избавляется, от которых он может прогнать. Он прогнал Наташу, он не прогнал меня, я сам уже уходил. Но он, по крайней мере, пошвыряет мой рюкзак к воротам, что они хотели, как бы, в буквальном смысле, меня выкинуть, перед детьми унизить и показать свою авторитет детям, свое всесилие. Вот. Ну, мне жалко Наташу. Она такая простая женщина, в простотах уже в воровствах. Ну, можно сказать, может даже глупая, но зачем же доверяться Максимовичу. Хотя я сам тут попал в ситуацию, когда, получается, я ему доверился и приехал со своими продуктами, свои продукты с собой привез, чтобы детям и за то, ну, это вранье, Стефанович, что дети и за то, чтобы, как бы, ни крошки от них, ни это самое. Я питался полностью самостоятельно в лагере, принципиально. И мне не предложил Стефанович ни чая, ни даже присесть, ни даже руку не пожал, когда я пришел. Он изначально стал высматривать, как, значит, из меня, что выкачать. Стал прибедняться, что раньше министерство помогало, там, ему деньгами сейчас не помогает. В общем, я деньгами не смог помочь. Вот. И Стефанович стал со мной обращаться грубо, понимая, что пользы от меня, как бы, ему лично никакой такой не будет. В деньгах, естественно. Вот. И дети его, в том смысле, что хороший отдых и польза, и мораль, и, там, воспитание, его совершенно... Только деньги, только деньги. Ну, вот, собственно говоря, так долго о пачке риса и о Наташе. Ну, и мне нет возможности подготовиться записать видео, и редактора нет. Так что, ну, как есть, нет нормальной аппаратуры.